Гоптовку тоже не слышал. Стыдно признаться, но не слышно. Настоящий патриот Украины такие вещи должен знать. Я вам тогда пояснил. Гоптовка в укромном варианте Гоптевка – это крупнейший пропускной пункт Украины и Европы. Как автомобильный, так и пешеходный. Это с украинской стороны. Пардон, не переход, а пропускной пункт. А переход, если разные названия, называется по двум сторонам. Со стороны Украины Гоптовка, со стороны России Нехотеевка. Поэтому этот крупнейший пограничный переход называется Гоптовка-Нехотеевка для Украины. Все, теперь буду знать. К сожалению, редко пользуюсь этим переходом. Не, но крупнейший переход. А, если крупнейший, надо знать. Все, уже знаю. Ну хорошо. А Волчанск в какой области? Волчанск? Да. Тоже не отвечу. А, Белополье? Белополье, Харьковск? Нет. Вот Волчанск, Харьковск. А Белополье? Сумская, да? Сумская, да. Сумская, ну наверное. Ну я так немножко тестирую Патриархов Украины на знание географии Украины. Не, не, ну вы меня сейчас спросите, где находится, в какой области находится, например, Любашовка. Я тоже вам весьма приблизительно скажу. Нет. Ну это же не город. А, ну ладно. А что, Любашовка город? Да, ну ничего страшного, нормально. А, протестировали, да? Да. Давайте, Кирилл, я вас протестирую, хорошо? Давайте. Три в кубе. Три в кубе. Три в кубе двадцать семь. О, это работает. Один, четыре, девять, шестнадцать. Следующий цифр. Двадцать пять, ряд N в квадрате. О, общаться можно? Это работает. Общаться. Не пытайтесь соревноваться. Не, 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 все, 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 все. Я, 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 я протестировал. Соображение есть, значит... Ну я скажу, что у меня образование намного выше, чем у вас. Я верю в это. Ну хорошо. А можно вас протестировать по базовым школьным знаниям? О, я уже давно в школе не учился. Конечно, я уже не был. Даже законного база был. Окей, не будем. А, ладно, ладно. Я, кстати говоря, в курсе, что вы одесская хунта. Слежу за вашими репортажами. Мне нравится ваша манера дискурса, хотя вы допускаете определенные юридические ошибки. Если захотите, можно восстановиться. Если не хотите, на них... Юридические ошибки? Это очень нравится. Какие мне юридические ошибки? Очень хотелось бы восстановиться. Давайте сейчас попозже остановимся. Я вам хочу задать... Даже если не ответите, ничего страшного. Просто задачка на сообразительность. Первый вопрос простой. Системная единица веса? Тонная. Ну ладно, тогда не буду задавать. Вообще неправильно. Неправильно. Ладно, вопрос... Килограмм? Килограмм? Нет. Ньютон. На будущее знаете... Ньютон. Системная. А Ньютон. Весы на Ньютон. Ну хорошо. Хорошо. Это просто... Я уверен, что вы знали, но забыли. А вопрос на сообразительность уже не на знание. Ну давайте. Вы идете на привоз... Ну в эти самые... В 80-е, когда был дефицит. В магазине мяса нет. Вы идете на привоз купить полкило мяса. Что вам продавец определяет? Массу или вес? Массу. Ну вообще-то все отвечают вес. А правильный ответ в зависимости от весов. Мяса. В зависимости от весов. Если он взвешивает... Почему я сказал в годы своей молодости? Потому что сейчас поймете. Если он определяет на гиревых весах, то массу. Почему? Потому что он сравнивает с локальным этаноном массы гирей. Если определяет на пружинных весах, то он определяет вес, поскольку... Вес, потому что пружины. Пересидеть, перетягиваться. А поскольку на привозе меряют все гирьками, то это масса. Да. Масса, потому что сравнивает с... С каким-то определенным массой какого-то гирьки. Называли ее гирькой. Да. Ну, с локальным этаноном массы. Локальным, да. Его можно просверлить, можно отмечать. Но, тем более, это локальный. Да. Это же не в этом... Кстати, где эталон массы? Я забыл. Вольфраме Иридиевой? Во Франции где-то? Платиновый Иридиевой. Платиновый Иридиевой. Платиновый Иридиевой. Я помню, что где-то в Франции, а не... Нет, по-моему, не в Париже. Где-то в другом месте города. Нет. В Париже. В Париже, да? Она может находиться не в Париже, но палата называется Парижская. Париж... Нет, нет. Она находится точно не в Париже. В каком-то... Возможно. Вот, допустим, как самый известный вуз в Москве по ядерщикам... Ну, не по ядерщикам, а вообще МФТИ. Слышали такое? МФТИ. Он находится не в Москве. Вы, наверное, тоже слышали. Да, тоже слышали. Где-то рядышком. Да. Вот. Что у вас в Магасе творится, пацаны? Чего там творите? Да я... Где... Где творится? В Магасе. В Магасе. На Кавказе. А... Ну, ладно. Я... Почему... Во-первых, я ставлю Россию по VPN, чтобы поймать... Вот... Буатникарах. Я хотел киевскую хунту, конечно, но у вас тоже нормально. А вы откуда? Ну, вы можете догадаться по внешнему виду? Вот. По... Грузии. Вряд. Грузинский флагмессий. Вообще-то... Сейчас я вам подсвечу. Или кажется, или канадский. Ну, то что... День, день... Сейчас, сейчас... Флаг... 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 Это Канада, да? Да. То, что это не Грузия, мы могли бы догадаться... По... 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 По свету. По свету, да. По свету, я уже догадался. Я сначала подумал, там фонарь горит мне в лицо, или же свет. Я сначала глядывался. Да. Ну, я специально... Сначала говорю Нехатеевка, чтобы проверить украинских... Украинских патриотов на знание географии Украины. Нет, я не знаю, где Нехатеевка. Нет, нет. Ничего страшного. Ну, обычно... Обычно мало кто отвечает. Ну, некогда отвечают. Процентов 15. Отвечают. Ну, кто-то рядом живет, в той области, в той... По Одесской области я, наверное, отвечу практически все маленькие села. Понятно. Ну, ладно. Тестирование закончено. Вот такой вопрос к вам. Событие в Украине 14-го года, конечно, помните, да? Конечно. Вот Янукович бежит от Майдана из Киева, прилетает в Харьков. Там все было... Губернатор Юго-Восточный съехались на съезд, где он должен выступать. Но он внезапно на этот съезд не идет, сваливает в Донецк. Ваша версия почему? А его не пустили. Сказали, нахрен тебе здесь собака не нужна. Кто его не пустил? Ну, по слухам, вроде Авара. По слухам вроде Авара. Туда приехал тоже, по слухам, и вроде не пустил. Он с Геппой встретился и сказал ему, пацан, либо ты на нашей стороне, либо мы тебе стираем порошок. И Геппа сразу быстренько из пророссийского мэра сделался пророссийским мэром. Ну, есть, есть. А тут еще и Путин кинул Харьков. То есть, Геппа с ДОПой нацепили геркевские ленточки. Да, потом быстренько их сняли. Ну, естественно. А потом, поскольку они Путина кинули, Путин прислал киллера. Нет, ну и Путин не прислал. Думаете, не он, а кто его подстрелил? А, Геппу, да? Да, да, да. Я думаю, что Аваков... Кернеса, Кернеса, да. Что Аваков, со стороны Авакова и подстрелили. Но дело в том, что... Брян. Да. Он уже на Авакову работал. На фига Авакову он подстрелил? Я держал этот вопрос на пульсе в то время. У меня были связи в Харьковской мэрии. Так, ну, одноклассники типа. Позвонить, узнать неформальную информацию, потому что по телефону можно узнавать. Ну, да, все, конечно, печально кончилось, ибо по идее Янукович на съезд, и не было войны, и вся история была по-другому. Ну, не важно. Ладно. Я понял. Я думал, что у вас... Вы же так много секретов знаете, как я вас смотрел. Может, у вас есть какая-нибудь достоверная версия? Нет. Сразу говорю. По Харькову область Луха, не больше. Ну, понятно. Ну, теперь в вашу очередь вопрос задавать. Ой, где вы хоть в Канаде живете? Торонто. Торонто, да. Ну, как? Хороший город. Давно? Тринадцать лет. Тринадцать лет, да. Ну, нормально. Как там вообще большая украинская наша диаспора? Ну, в Торонто вообще, в принципе, нет диаспора. Называется комьюнити. Нет. Как? Называется комьюнити в Торонто. Ну, диаспора – это общеканадское выражение такое. В Торонто так не называют, но очень редкое. Редко, да? Основные, значит, провинции, средоточения вашей украдиаспоры – это Альберта, Соскачеван и Манитоба. То есть… То есть они тогда компактно, да, в Сирии? Ну, если в пределах провинции считать компактно – это можно сказать компактно. Но города с наибольшим процентом украинского контингента в Канаде – это Виннипек и Эдмонтонс. Там ваших процентов, я думаю, до 20 доходит. В Торонто, я могу сказать точно цифру, 173 тысячи по Сенсису 2010 года украинцев. То есть Сенсис – это перепись. Я понял, понял. Ну, в Торонто меньше, чем русских. Хотя в целом по Канаде украинцев больше, чем русских, где-то в 1,8 раза. Я понял. А в Торонто, соответственно, меньше. Ну, в Антарио в целом тоже меньше. Вот три провинции, где в основном… О, хотел еще спросить. Индейцы тогда остались? Остались. Они бизнес делают. Во-первых, на контрабандных табаке сигареты штампуют. Потом экскурсии к ним возят. Они там устраивают ретро эти самые, на конях возят. Ну, в Египте бывали, там тоже к индейцам возят. Наверняка бывали. Тут тоже самое в Канаде. В Канаде они подороже берут, чем в Египте. Так что они живут припеваючи. Довольно-таки. Ну, держатся особливо? Отдельно как бы держатся? Или же… Да, конечно. Отдельные поселки у них… А братья между ними как бы не бывает? Или как у циганок только жениться внутри своей диаспоры? Скорее, внутри. Может быть, процент какой-нибудь выходит. Но тогда он уже и уезжает. Он уже не индейец. Он уже… Он уже канадец. Он канадец? Да. А какие там эти… Камачи, как это называется там? Или какие там… Племена, как это называется? Я не помню. Как-то они имеют… Ну, довольно сложные названия для запоминания. Сложные, да? Да. Я их и не запоминал. Я помню. Кстати говоря, как вы думаете, почему Северная Америка все же… Или, может быть, вы с этим не согласитесь, почему Северная Америка все же успешнее, чем Западная Европа? Или вы не согласны с этим? Не, абсолютно. А я думаю, знаете почему? Почему охотничью… Когда вы охотник, вы покупаете охотничью собаку и спрашиваете у родителей, рабочие родители или нет? Я думаю, поэтому… Нет, ну, у меня вот… Но мою аналогию выходит, да? Да, да, конечно. Дело в том, что в Северной Америке разделены административная столица и финансовая. Поэтому есть здоровая конкуренция городов. То есть, какая столица Канады, знаете, какая? Тарлова? Да нет. Аттарова. 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 Так вот, Аттава не входит даже в пятерку самых престижных городов Канады. И по размерам она с крупнейшей пригорода Торонто, с крупнейшей спутник. Ну, размером с Запорожье город. Да, я понял. То есть, Аттарова – самый большой город, да? Да. То есть, Торонто – финансовая столица, которая… А с которым ее находится? Ну, в городе – 2,9, а в GTA, то есть, с пригородами – 7,2. Ну, больше Киева. Ну, сравнили. Что такое Киев? Киев надо сравнивать там с Бухарестом, с какими-нибудь. В Киеве – 2,5 миллиона. Ну, вроде по 3, по 3, вроде. Ну, Торонто – третий город в Северной Америке после Мехико и Нью-Йорка, между прочим. Обгоняют и Чикаго, и Лос-Анджелес по населению. Ну, большого города. Да. Ну, так я… А и то же самое в Штатах. Жить там в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско или Чикаго престижнее, чем в Вашингтоне. То есть, столицы финансовые и административные развеяны, поэтому есть здоровая конкуренция городов. Вот в Экс-Савке кто попытался сделать? Казахи, да? Перенеси столицу. Да. Астана. Астана. Ну, поскольку… О, сейчас назвали… Ну, Султанин как-то был. Ну, поскольку они не выполнили главные условия, не разделили финансовую и административную столицу, получилось так, что эта Астана стала расти, как на Дажах, сейчас уже больше миллиона у них. А что такое бывший Селиноград, а бывший Акмолинск? Он в два раза был меньше Карриганды и меньше Павлодара или Петропавловского в свое время. А вы откуда приехали? Из Казахстана? Из Харькова. А, из Казахстана. Вы же могли догадаться по разговору. Нет, нет. Вы… Я полжизни прожил в Селинограде, поэтому и вы могли так же оказаться. Нет, я полжизни в Харькове прожил. Нет. У меня… Когда мне было два года, мама закручила Одесский медит. Тогда был Советский Союз. Понятно. И ее отправили в ВОЖ по распределению. Так вот, вот эта вот тенденция, когда столицы в Савке и к Савке пухнут как на дрожжах, мне она лично не нравится. Ведь вы в курсе, что ни Киев, ни Москва не были крупнейшими городами, соответственно, Украины и России на момент последнего обретения столичного статуса? Ну, Москва в восемнадцатом году, Киев в тридцать четвертом году. А какие города нам были крупнее из России? Нет, нет. Думаете, в Харькове было больше? Ну, я не думаю, а я вам точно скажу, по этой знаменитой сталинской переписи, за которую там расстреляли многих, помните? Да. Ну, Рыбакова читали, да? Ну, да. В Харькове было девятьсот одна тысяча, а в Киеве было восемьсот девяносто восемь тысяч. А в Москве сколько? В Москве больше было? В Москве на восемнадцатый год в Москве было 1,2 лимона, в Питере было 1,4 лимона. А в Питере был очень. А в Питере привезли в Москву. Вот. Ну, а Одесса была… А вы знаете, что Одесса вообще была до пятнадцатого года, до пятнадцатого года крупнейшим городом из городов современной Украины? Да. Хотя даже не было губернским центром почему-то. Я знаю. Самый первый в Царской России был Питер, потом Москва, потом Варшава, потом Одесса. Потом вы. Вот я не знаю. Может вы так накрутили со всеми этими поселками и сделали как Кривой Род по 120 км в город? Я не знаю откуда вы там набирали 400. Не-не-не-не-не-не. Но описание так и было. Описание так и было. Тогда же было только Франко, а как раз таки очень четко было городе. Понятно. Понятно. Так что было. Было напихано очень плотно, город плотно было напихано. Тогда его Ланжеровшу построили по квадратно-глездовому способу и очень плотно набили город. Ну да. То есть во многом в той же Москве районы на каком-то расстоянии. Типа как в деревне-деревне. Расстояние между этими районами было какое-то пустое расстояние, где можно было ехать. В Одессе такого не было. Ну понятно. И в Питере такого не было. Потому что Одессу называли маленький Питер. Харьков называли российским Парижем. В 1912 году у меня где-то даже есть скан рекламы французской. Где-то так. Ну ладно. Ладно. Удачи вам. Рад вас было бы видеть. В смысле не хотите больше поговорить? Ну ладно. Я с удовольствием. Просто мне надо еще пару бакетов поймать. Илья Рома требует материала. Я понимаю одну минуту. Да. Я рекомендую всем вам, вот известным украинским блогерам. Вы все ставите тупо Россию и все время там ловите ватников. Вы хоть по графику хотя бы два-три раза в неделю ставьте там Канаду, штаты там или Германию. Ну по два каждый. И найдете более адекватных ватников, более адекватных ваших единодумцев. Ну я понимаю, что вашим контингентам в смысле соскрайберов нужен срач. Но бывают у вас интеллигентные. Нет, нет, нет. У меня, если вы обратили внимание, у меня есть тупо. Да, да, да. Я понимаю. Ну это из России впадается. Но вам более проще найти таких в общем-то в западных странах. У меня, допустим, не украинская позиция, у кого-то украинская. Но всегда можно адекватно поговорить. У вас так и не украинская? А почему? Ну потому что у меня про харьковская, скажем так. Я считаю, что Украина с харьковом... Харьков, Украина. Да я ж не спорю. Но Украина ведет с харьковом как elephant in the Chinese store. То есть как слон в посудной лапке. Если уж, я считаю, если по злой воле большевиков там Харьков и Донбасс достался Украине, то она должна вести с ними очень бережно себя. Как Канада ведет с Монреалем. Однако этого не получается. Но я думаю, что это тема для будущего разговора. С удовольствием с вами побеседовать. 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 Хорошо. Удачи. До свидания. Р спросу. ЛМА Простиiso. Подписывайтесь, педагог. Постояние.